МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если ранее, еще в середине прошлого столетия, язык изучался или воспринимался родной язык шурский в семье, и на нем говорили все члены семьи, и бабушка, и родители, и, соответственно, все это передавалось из уст в уста, с поколения в поколение. На сегодняшний день семьи живут разобщенно, переехали в города, и поэтому, безусловно, вот тех деревень, где сохранялась долгие годы языковая среда, уже нет. И поэтому в общей массе горожан шурские семьи растворяются, и, безусловно, переходят все на общение между собой, в том числе и друг с другом, и вообще, значит, в обществе, перешли все на русский язык. Поэтому сегодня навряд ли молодые люди, старше, вернее, моложе, не старше 35 лет, нужны с казашки, но родной язык шурский. И моложе тем более. Поэтому сегодня остались носители шурского языка уже гораздо меньше в количестве. Как правило, это люди уже старшего возраста, люди, которым уже за 50, и поэтому сегодня реальная вопрос исчезновения шурского языка. Есть, хотя у нас работает педагогическая академия кузбасская, и есть там отделение, где преподают, готовят специалистов по преподаванию шурского языка, шурской тиратуры. Но, к сожалению, туда все реже и реже попадают в качестве студентов именно шурцы. Откровенно скажу, что исчезает вот эта мотивация изучения шурского языка. То есть я часто сталкиваюсь с таким вот вопросом, на мое предложение, давайте как-то возрождать язык будем. Мне могут отвечать, вот сегодня молодец Ирслава Михайловна, он же не востребован, зачем он нам нужен. Это о чем говорит? Это говорит о низком самосознании молодых людей. Поэтому я и приехала сюда, я впервые участвую в таком форуме. И, конечно, здесь получаешь такой хороший заряд, позитивный, на то, что не так плохо вокруг, что тюркские народы все-таки объединяются и стараются поддержать друг друга. И я, уже готовясь к этой поездке, безусловно, изучала молодежные вот эти проблемы, именно молодежные шурского, шурской молодежи. Безусловно, приехав отсюда, непременно мы заберем, ну, собрание или конференция пусть будет. На первых форах тут требует собрание молодежи шурской. Я обязательно поделюсь впечатлениями о работе здесь. Я обязательно поделюсь тем положительным опытом, которые вот сегодня уже были во многих выступлениях. И, безусловно, те проблемы, которые вот накопились среди тюркского народа, много очень схожего, очень много схожего. Я вот сегодня не вижу уже здесь стереотов, нет, алтайцев. По сути, вот это молчительный народ Сибири, получается, представляет сегодня только я. Ну, я хочу сказать, что мы достаточно тесто общаемся с ними, с алтайцами, с телевутами, с хакасами. И, безусловно, я обязательно постараюсь на это время, чтобы рассказать о сегодняшней теме общения. Мне кажется, это тоже должно быть им интересно. Но я хочу сказать, что не так все плохо. Вы знаете, я очень рада, что я побывала вчера в этом культурном центре. Дело в том, что сегодня у нас администрация тоже проявляет интерес и даже бы сказала я инициативу для того, чтобы как-то поддержать коренное население Шорцис. У нас сегодня тоже встает вопрос о том, чтобы был в городе Центр национальной шорцкой культуры, либо это будет этнокультурный центр туризма. Вот такие как бы идеи. Я даже должна сказать, что именно сюда мы приехали с поддержки главы города Москвы Михаила Черняка. То есть есть, конечно, подвижки, но мы боимся всегда выпустить время. Потому что вот сменилось уже два, почти три поколения ушло носителей языка. А сегодня практически мы уже нигде в общественных местах, в магазинах, на рынке, в транспорте, как-то было ранее, мы практически не слышим язык. Я говорю, что нет языка, нет народа. Но все-таки есть надежда на то, что тогда вот так мы все вместе возьмемся за руки и будем, как говорится, друг друга подталкивать, да, на то, чтобы на местах велась работа. Тогда должно все получиться. Я надеюсь на то, что шурский народ, древний тюркский народ будет жить еще века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова